День, дорогие мои подписчики и гости моего канала, и кто иногда заглядывает на мой канал, на канале Томаты Больше Чем Любовь, Светлана, живу я в Чувашии, на Средней Волге, практически на самом севере нашей республики. Я решила снять такой ролик о томатах, не столько о томатах, как они развиваются, когда в общем показываешь в целом, можно такие комментарии, слабоваты, корневая система не развивается, там что-то естественное, все томаты, они разные, кто-то быстрее развивается, кто-то медленнее растёт, кто-то быстро растёт, потом останавливается, и такое бывает. И дети ведь по-разному растут, даже в одной и той же семье. Томаты тоже самые. Давно я читала, что не надо томаты сажать, прозрачную посуду, там корни просто развиваются, на каком основании так, из каких наблюдений. Но практически все уже перешли на такие стаканы, кто-то на прозрачную сажает, кто-то, ну кто как может, кому как нравится, так и делаем. И суть не в этом, я сейчас хочу показать, вот как развиваются томаты разного роста. Взяла наиболее сильные и самые слабые взяла из тех, что вот посажены в первом потоке для первой теплицы, которые они будут высажены практически в первой декаде апреля, или в крайнем случае в половине, в середине апреля. Ну и начнём потихонечку. Вот королевская красота томат. Ну не очень так сильно он развивается. Опять четыре настоящих листа, в шесть уже надо сажать. Но ведь они, эти листочки появились, это не означает они, что уже, они ведь будут расти, эти листья. Прежде чем другие листья появляются, потихонечку растут другие листья. Вот посмотрим на корневую систему. Вот. Как у них? Ну там отцам вроде бы не так сильно. Черешок хороший, стволи хороший. Вот. Какие у него корни. Подрастут, естественно, добавлять буду землю до перевалки. Вот. Вот что там, сантиметров три-четыре. Землю прибавили, дальше растут. Землю прибавили. Ещё, как говорится, уже питание им идёт дополнительно. Дальше идёт рубиновый сюрприз. Он растёт уже сразу, уже в большой посуде. Корни не могу показать, естественно. По всем правилам посажен он довольно-таки хорошо развивается. Растут они двоём. А ещё на тот вопрос. Почему двоём? Когда они двоём растут, всё же вот такого бурного роста нет. Когда я сажаю уже в теплице, они не вот так рядом. Как бы немножко я их раздвигаю, тут землю накидываю. Вот. Между ними. Они уже немножко разделяются. Вот так близко не будут стоять, естественно. Дальше другой томат смотрим. Томат Леонардо. Вот. Вроде бы и одинаково посадила я их. Но вот один развивается посильнее. Он лидер, можно сказать. Вот. Опять корни смотрим. Вот какая корневая система. Вот. У этого прямо уже до дна дошло. Опять-таки почву добавим. Вот. И у слабого точно такая же хорошая корневая система. По какому? Но очень хиленькие. У вас корневая система плохая. Я из каких соображений вот так вот говорить, я даже не знаю. В прошлом году здесь сахарное мясо раздло. В этом году не отклеили. Я обычно сама, когда клеюсь сразу на эту бумагу, розовый бегемот растет у меня тут. Опять посмотрим на корни. Вот. Корни уже до дна дошли. При пикировке ничего не было удалено. Ничего не срезано было. Ну и вот показываю самый слабенький из всех. Которые растут вот в 500 граммовых стаканчиках. Есть у меня маленькие томаты. Изначально очень слабые были посажены. Но, а здесь уже как бы сразу. Ну тут и земли маловато у него. Земли надо добавить тут, наверное, сантиметров пять. Пусть подрастет еще. Но опять-таки смотрим на корневую систему. Как корешки развиваются. Вот, вот, корешки до дна дошли. Сам томатик хиленький, сам томатик слабенький. А корешок, корешки растут. Вот, и раз у меня уже тут на столе алоэ стоит, который я не буду отдельный ролик, может, коротенький шотик сниму. Когда алоэ снимала, у нас сгнивает. Простите, пожалуйста, немножко горло у меня поболевает. Вот, вот какие корешки он выбрасывает. Вот, какой у него мощный корень. И вот так вот прямо выйдут вот корешки. У этого один пока корешок. Это, наверное, самый сильный был. Вот другой показываю. Вон какие корешки. Так, где, где корешки? О, прям как ружки. И ничего, я их поставила, вот три бокальчика они. Ну, кошка тут несколько раз забегала, роняла. Они падали, лежали. Ну, вот у этого, изначально сказал, слабенький. Можно было и не ставить его. Он страдает. Вот три таких больших бы поставила. Все бы. Ну, будет. Раз уж, пусть стоит себе, раз поставили. Пока я еще эти алоэ сажать не буду. Пусть хорошая, хорошая корневая система нарастет. А он сами, маму, там стоят на подоконнике. Они, он какие мощные. Этот самый большой уже на пол надо выложить. Начала о томатах и уже закончила алоэ. Ну, все тут рядом растут. Эти, конечно, не на столе растут. Они там на подоконнике. Я уж для того, чтобы показать только. Дорогие мои подписчики. Все идет своим ходом. Я не гоню лошадей. То есть, усиленными подкормками не занимаюсь. Еще раз говорю. Вот тут, конечно, немножко, вот королевская красота вытянулась за счет того, что листьев меньше вытянулось. Надо его, никаких таких подкормок не надо ему. Землю добавить сегодня, завтра, чтобы он тихонечко рос. В общем, к томатам, к теории. Я теории, скажем, ну, почитываю. Если это специальный метод, мне учиться. Здесь только на практике смотришь. Попробуешь вот так. А дайте-ка попробую. Все делают вот так. Может быть, попробовать вот так. И вот мама растила помидоры, всегда она говорила, вот, надо вот это вот основной корешок убирать, убирать по-чувашски. Космала, космала. Это значит отрезать по-нашему. У нас родной язык тоже такой, он очень красивый. Мне свой язык очень нравится. Часто, когда даже, ну, с детьми на русском, естественно, общаемся с внуками. Ну, и там на своем, на чувашском тоже разговариваем. И, а я думаю, почему Космала, почему? Почитала. И уже лет 20, наверное, может и больше. Кто-то говорит, попробуйте, попробуйте, корень хорошо развивается. Он и так хорошо развивается. Там часть все равно отрывается, если ты сам не будешь отрывать. Ой, любительница я поговорить с утра пораньше. Пока-пока.